Продолжение следует... ...сообщество, и руководство таким сообществом предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы президентом Российской Федерации. Принятым законом устанавливается уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, из части 1 статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководства преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями. Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния или преступных доходов между такими группами. Подобные деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. Участие в собрании организаторов, руководителей, лидеров или иных представителей преступных сообществ, преступных организаций и или организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, говорится в законопроекте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира, что сделать сейчас довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, сказал Володин. Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью, подчеркнул он. Не забудь подписаться на канал.